Медали на кустанайских спортивных площадках разыграли 10 команд из различных районных центров и городов области. В общей сложности борьбу за медали вели около 100 спортсменов. В первый день стартов участники соревновались в стрельбе из пневматической винтовки и спринтерском беге. Затем для спортсменов настало время переместиться в воду. Специалисты называют этот вид спорта одним из самых сложных, потому как здесь нужно быть универсалом. Этот вид спорта не является легким. Надо работать и на плавании, и на бегах, и в ту же стрельбу. Проще готовить одну дисциплину, можно конкретно на нее настраиваться. А здесь такие сложности, и хороший характер волевой вырабатывается, и просто сам себе многофункциональный становишься. То есть уже не только в одной дисциплине в плавании там плывешь, ты можешь и бегать, и можешь отстрелять, можешь дать фору и пловцами, и легкоатлетам. На соревнованиях спортсмены возрастной группы 16-39 лет боролись за звание кандидата в мастера спорта. 14-15-летние участники выполняли норматив первого взрослого разряда. Борьба для них была напряженной. Каждый старался проявить себя. Организаторы называют соревнования демократичными, ведь двери здесь открыты для всех. В соревнованиях приняли участие также дети и взрослые, и даже ветераны спорта. Возраст самого маленького участника был равен 10 годам. Самым возрастным стала 72-летняя спортсменка. Пусть короче немножко дистанция, у них там свои оценочные результаты, у них есть, но они соревнуются. Мы никого не отталкиваем, мы привлекаем. Приходи, занимайся, можешь вот настолько, сделай настолько. Вот люди пришли не умеющие практически плавать, сейчас они научились. Если человек приходит 40 лет и научился плавать, значит мы какое-то полезное дело сделали. Всего летнее президентское многоборье включает в себя пять видов состязаний. Следующим шагом на пути к педесталу для спортсменов стали метание и бег на длинные дистанции. Сильнейшие участники в итоге напряженной борьбы стали обладателями путевок на чемпионат Казахстана. Табул реабилитировался. Вслед за поражением от отрау и вылетом из борьбы за национальный кубок последовала победа в чемпионате. Костанайцы на выезде превзошли карагандинский шахтер. Встреча обещала быть жаркой, ведь именно горняки стали первыми обидчиками кустанайцев в нынешнем чемпионате. Во втором туре в домашней игре на затобольце они нанесли поражение Табулу и тем самым испортили местным игрокам открытие футбольного сезона. С тех самых пор прошло много времени. Команды в таблице разделяют много пунктов. Да и очковый багаж разнится. Табул уже выбился в лидеры чемпионата, а карагандинцы в последние недели резко сдали. Отличительная черта Табула, все матчи мы просматриваем, это надежная игра в обороне и свои моменты реализовывают. Поэтому они находятся в лидирующей группе. Понятно, что команда сбалансированная, неплохая. У нас же старания много, желания много, но к сожалению пока выжить из этого ничего не можем. Хозяева намеревались повторить подвиг первой очной встречи, но сценарий матча им этого сделать не позволил. Уже в середине первого тайма кустанайцы получили право на пенальти, но удар Азата Нургалеева пришелся в перекладину ворот, от которой снаряд вылетел в поле. Момент был исчерпан. Под занавес первой 45-минутки уже горняки получили аналогичную возможность выйти вперед, но в 11-метровой дуэли победителем вышел вратарь кустанайцев. Дмитрий Непогодов угадал направление полета мяча после удара Дамира Куяшевича и тем самым спас свою команду. Развязки в игре наступило на 55-й минуте. После подачи с левого края Дмитрий Мирошниченко оказался самым расторопным в штрафной площади карагандинцев и головой пробил над вратарем «Шахтера». Сегодня важно было сыграть рационально, что ли, то есть меньше, чтобы было таких суетливых движений. Мы владели инициативой в первом тайме, но силы уходили, в конце концов не забили пенальти, потом пропустили контратаку уже ближе к концу первого тайма, и наши ворота не забили пенальти, поэтому такой матч получился сумбурный, так можно сказать, обе команды хотели победить. Игра завершилась с минимальным перевесом табола. Кустанайцы в чемпионате одержали четвертую победу подряд. В следующем туре они постараются серию побед продлить, ведь на центральные пожалуют аутсайдер премьер-лиги Казалжар СК из Петропавловска. Игра состоится 31 мая. Это все, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. До новых встреч в эфире. До свидания.